Дружный брат с сестрой Джапаридзе, юрист Гоги и журналистка Нана, любят веселиться вместе и наверняка не откажутся сходить поплясать на стадионный концерт англичанки Софии Эллис Бекстер, одной из самых голосистых певиц современной британской эстрады. В Москве она бывала нередко, но на по-настоящему большой неклубной площадке выступает первый раз. Впервые же в России можно будет услышать и песни с ее нового альбома, не менее бодрого, чем предыдущие три. Телепродюсеру Максиму Рыльскому едва за 20. Такие юные, но успешные ребята часто слышат недовольные ворчания, молодые, истории свои не знают. Чтобы восполнить возможные образовательные пробелы с максимальной культурной пользой, рекомендуем ему посетить одну из самых громких премьер МХАТа Чехова. Разоблачающий людоедскую изнанку Великой Отечественной войны роман Виктора «Оставь его проклятые убиты» перенес на сцену Виктор Алферов «Театральная знаменитость европейского масштаба». Заместитель главного редактора журнала «Офисьель» Яна Жукова явно ценит хороший шоппинг. Отправим ее за новыми книжками на 12-ю ярмарку интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Накупив книгопечатных хитов, можно будет заглянуть на выставку «Эффект мамонта», где на тему доисторического ворсистого слона фантазирует Георгий Летичевский, Гоша Острецов, а не Жолы. Или на встречу с каким-нибудь звездным писателем. В качестве заграничного гостя в этот раз в Москву приедет автор «Кровавого детектива» француз Кристоф Гранжа. Фрилансеры Анастасия Кулешова и Александр Востров явно имеют достаточное количество времени, чтобы увидеть максимальное число хранителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова